Слежка. Куда бы я ни пошел или не поехал, за мной ехала машина. У меня была очень хорошая безопасность на бирже, ну и в банке. Я попросил ребят проверить, что это такое. Вдруг. И вот главный эксперт, он сказал, это слежка установочная. Они просто расписание ваше измеряют. Раз такую слежку назначили, значит вы часть какого-то большого проекта. Вот это вполне может быть и убийство, и все что угодно. Уезжайте и быстрее, и подальше. Я уехал в декабре сюда, в Лос-Анджелес. А в 15-м году, в начале, убили Борю Немцову. И когда вот сейчас началась слежка, серьезная такая, профессиональная, тоже, я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политического убежища. К сожалению, я не смогу ездить в Россию лет пять. Ну, придется сейчас устроиться, работать. Я полный энергии. Я думаю, что я смогу и бизнес начать. Я смогу читать лекции. Я профессор по тематике, между прочим. Ситуация настолько перегрета сегодня в России, что они идут уже на какие-то крайние меры. Власть в отчаянном состоянии. Время их кончается. Я думаю, что общество, народ сместит их, конечно, отстранит от власти, потому что они стали уже опасны для России. Ну, что ж, практически каждый день слышу я очередные новости. Какая-то звезда куда-то свалила, какой-то ученый уехал. Ну, вот даже Константин Боровой. Уж насколько он все пытался внушать мысль, что живет и работает в России, даже он не выдержал, что меня, конечно, улыбнуло, так как его очень часто спрашивали давно, подозревали, что он не проживает фактически в России. Но он, тем не менее, постоянно настаивал на том, что он именно оппозиционный политический деятель. И борется с режимом, находясь в России. Правда, как ни странно, все его блоги последнего времени, а он, если вы вдруг не в курсе, теперь блогер, они так или иначе велись в основном, конечно же, из Лос-Энджелеса или Вашингтона, или еще откуда-нибудь. То есть в России, если он и находился, то очень редко в течение года. Но теперь это официально. Константин Боровой попросил политического убежища, и, как и все, естественно, политические, какое-то время не может приезжать в страну, откуда он бежал. Понятное дело, что вряд ли ему вот так напрямую угрожала опасность. Нынешняя ситуация просто дает возможность многим воспользоваться. Еще короткая ремарка. Не так давно один, я так думаю, не вполне адекватный человек, писал мне на почту письмо с следующим вопросом. А возьмут ли меня в Европу, если я лоялен европейскому правительству и европейским ценностям? На что, конечно, я усомнился в психическом состоянии человека. У нас была очень такая переписка на высоких тонах, так как человек утверждал, что у него там какое-то заоблачное высшее образование. Ну, как бы с высшим образованием глупо задавать такие вопросы. Если вы действительно думаете, что достаточно только вашего желания проявить его и сказать, что вам нравится европейский образ жизни или американский образ жизни, и вам надоело жить в России, вы терпеть не можете Владимира Путина, только заявив, этого, к сожалению, недостаточно. Ну, а если вы так или иначе как-то проявляли себя в роли борцов с режимом, вы как-то участвовали в каких-то одиночных пикетах, вы, возможно, являетесь членом, я не знаю, секты Навального или еще какого-то политического движения, и у вас есть настоящие вещественные доказательства, то есть в виде обыска в вашей квартире, задержания в милиции именно по поводу там участия в митингах. Если, не дай бог, вас избили, то вам нужно обязательно, даже просто ударили один раз дубинкой по голове, нужно сразу же бежать в больницу, фиксировать эти увечья, фотографировать все это, прикладывать медицинские справки. И вот когда у вас будет 2-3-4 доказательства, по сути, этого достаточно для того, чтобы попытаться попросить политическое убежище. И помните, что в момент, когда вы будете обращаться, будут смотреть на все, и на ваше образование, и на ваше знание языка, и на состав семьи и прочее. Часто могут отказать, например, какому-нибудь человеку, который 20 лет занимается политической деятельностью, ну, он какой-нибудь там 50-60-летний старец, а какого-нибудь молодого перспективного парня возьмут, например, если вдруг увидят, что у него какое-то соответственное образование, значит, он сможет быстро устроиться в стране. То есть понимаете, да, что все эти так называемые в кавычках политические кейсы, это всего лишь предлог для того, чтобы было юридическое обоснование вас оставить в стране. Есть, конечно, такие, ну, на самом деле деятели, как, например, сейчас Тумсо, там, Абдурахманов. Я слышал, что его собираются экстрадировать назад в Россию. Люди, имена которых у всех на слуху, и здесь, как говорится, все очевидно. Но и большое количество людей, которые просто пытают свое счастье, и, вы знаете, многим из них на самом деле удается. Я давно хотел сделать ролик об одном интересном парне, и не жалею, что сейчас сделаю ему рекламу, блок его не такой активный. Это человек, глубоко верующий в Бога. Ну, как говорится, наши взгляды на это не сходятся. Но интересно то, что он в подробности рассказал в 20 частях, как в 2015 году он со своей семьей переходил границу между Соединенными Штатами и Мексикой. И как бы изначально была цель просить политического убежища, но никаких доказательств у него не было. То есть никакой деятельностью он не занимался. Тем не менее, взяв жену, двоих маленьких детей, они полетели в Мексику, узнали, в каком месте лучше проходить границу, и вот так просто наобум пошли, как говорится, испытывать свою судьбу. В подробностях вы все узнаете, если посмотрите его части. Вот самое интересное начинается с шестой части, а он посвятил этому 20 частей. И я бы не обращал внимания, конечно, на то, что все это он связывает непосредственно с участием Бога, что это именно Бог его направил, ему помог. Если вы сможете из этой информации выудить самое, что ни на есть зерно, то смысл в том, что они пришли, сказали, мы хотим остаться, их пустили на территорию США, разделили, он попал в иммиграционную тюрьму, жена с двумя детьми тоже находилась в таком учреждении типа иммиграционной тюрьмы, ну, для женщин и детей, там все попроще было. Шесть месяцев, кажется, он отсидел в камере, где было 40 человек со всего мира, с Африки, с бывшего СНГ, конечно, он познакомился там с многими людьми, активно начал заниматься английским языком именно в тюрьме, но через шесть месяцев все благополучно разрешилось, он получил вид на жительство, сейчас уже учится, работает, уже пытался себя как-то реализовать в бизнесе, но его нахождение в Соединенных Штатах уже не под вопросом, он получил green card. То есть, вот, пожалуйста, кто меня спрашивает, а что нужно для политического кейса? Вот на примере этого парня, Шота, же полиция его зовут, на его примере, как вы видите, вообще ничего не нужно было, вот просто ничего не нужно было, на удачу человек поехал и его пропустили. Сам он, ну, когда отвлекается от своих божественных мыслей, все-таки говорит, что, наверное, потому что я был женой, и двое маленьких детей, они посмотрели на меня и дали мне шанс. Вот я из своего опыта прихожу тоже к таким же выводам, что часто так называемые политические кейсы – это всего лишь предлог, смотрят на конкретного человека, как он выглядит, как он говорит, как он себя ведет, есть ли у него какая-то наличность в плане денег, может ли он снять квартиру в случае чего и так далее. То есть, скажем, если вы толковый человек, если у вас есть хоть какое-то образование, можно пытаться. Ну, как говорит и сам Шота, я думал так, ну, развернут меня, побуду несколько дней в Мексике, покупаемся в теплом океане, вернемся назад в Грузию или в Украину, у него жена украинка, кажется. Но не пришлось, что меня особенно удивило в последних блогах, Шота рассказывает о том, что и родители его жены сейчас получили вызов, и его мать получила право из Грузии приехать в Соединенные Штаты, и теперь вся семья восстановится. Вот такая история. Так что, ребята, за Константином Боровым, пытайтесь, уезжайте, нечего терять в этой убогой стране. Пока. И вот, мы приехали на такси границы, выходим с такси, и что я вижу? Я вижу, ах, столько людей, как муравьев, туда-сюда бегают, столько оживлено, кто-то что-то продает, там, эти закусочные, магазины, люди с чемоданами бегают, без чемодан, толпа людей. Я думаю, ничего, такая оживленная. Я не знаю, в каких других днях как-то, но в этот день, 14 марта 2015 года, было так. И мы прямо людей спрашивали, где эта граница, бордер, вот, очередь, такая очередь длинная. И мы смотрим вот так, и мы не видим конец очереди. Я говорю, не может быть, что вы что-то там, мы там не напутали бы. А то, было, если мы простоим не в ту очередь, и она еще такая огромная, это везде пройдет. Я говорю, надо уточнить. И мы взяли, пошли в другое место, круг даем, туда-сюда ходим с чемоданами, двумя детьми, и опять пришли к этому очереди, поняли, что только здесь надо стоять. И что дальше? И подошли, даю паспорта, он такой, листает, такой, листает паспорт. Второй раз листает паспорт, визы нету. Ой, где виза? Я говорю, мы просим убежище. Здесь имеют. И он такой, ну, я не знаю, конкретно что сказал, но я так понял. И мне кажется, он так, ну, он с улыбкой это делал, говорил. Ну, и, наверное, с юмором подкалывал, я не знаю, что. Я говорю, как бы, ну, сколько вас тут, иначе, вот это. Сколько вас тут приходят, и приходят. И говорит, окей, говорит. И пальцы мне вот так показывают. Иди, говорит. И что-то там говорит. Я вдоль пальца так посмотрел, куда он мне показывал. А он мне показывал назад, ну, моя сторона спины. Я так повернулся и смотрю. Стена, картины, дверь и эксит. На виза, на эксит. Я же, она говорит, ну, что, нас выгоняет, что ли? Я говорю, мы просим убежище. Он говорит, yeah, окей, окей, go, go, go here. И он объясняет. Я говорю, слушай, он там что, на выход показывает, что ли? Вероятная вещь. В этом году оно все решило, что через неделю прилетает моя мать с Грузии. Все будет жить в Америке. И ей дают статус и в Грузии. Наверное, в Грузии первый человек, кому дали, как беженство. Американское посольство сразу, она даже проходила это все, даже не выезжая из Грузии. Все собеседовали, такого не было. Надо было ехать в Москву или в Киев. Но ей сделали все в Тбилиси. И она прямо там же все и проходила. И ей говорили, ты первая вообще. Ты первая, как кейс беженства рассматривая. Короче, ей дали статус, все, она прилетает. Я и мои жены, родители тоже прилетят в этом году. Слава Богу, вообще, Бог все так устроил, благословил. Этот год было что-то невообразимое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.